Итак, сегодня, 10 сентября, стартуют первые для сезона исчезновения испытания Сириса, но стой, стой. Там в этот раз настолько сильно всё поменяли, что я убеждён, что нам стоит дать ещё один шанс этому ивенту. И да, если даже у тебя нет команды. В общем, давай по порядку. Ещё неделю назад, или больше, разработчики делились подробностями об этих изменениях, и мы писали о них в группе. Но вот на канале я решил рассказать всё же ближе к старту самого ивента. Банжи сказали, что они постарались в этом сезоне сделать испытания доступнее, и в первую очередь, для тех игроков, кто прежде не играл в этот режим. У кого нет команды, нет КД выше двойки, и кто наслушался историй про читер в каждой катке в комментариях, и вообще думает, что это какой-то ад, а не режим. Итак, что сделали? Античит. Ну, про античит вы знаете. Он уже активен, он смотрит за нарушителями, но вот если до 10 сентября он только глядел и сообщал команде обо всяких нечестных гадах, то с 10 сентября он сам будет полноправно карать любого, кто нарушает правила честной игры. Так что если не сразу, то в течение сезона ожидается заметное снижение количества читаков в противниках. На это, по крайней мере, надеюсь я. Надеешься ты и любой другой игрок, который любит Destiny 2. Кстати, бороться будут не только с читами, но и с любым видом абуза, включая договорные матчи, бустинг и обмен данными. Так что, играй сам или играй сам. Подбор игроков. Одна из самых главных фишек, которая точно порадует много игроков, теперь можно запускать испытания Асириса и в соло режиме, и в неполной команде. Конечно, шансов, что вы закроете 7 побед без поражений в команде из рандомов крайне мало, это понятно. Но вот на выполнение контрактов и получение наград за другие этапы по победам, этой возможности будет достаточно. Если вас двое запускаете режим, а игра вам закинет третьего игрока. Если вы один, то ищите специального значка по аналогии с железным знаменем фриланс или выживанием фриланс. Банжи уточнили, что соло подбор станет частью программы Лаборатория Испытаний. В течение сезона будет выделено несколько выходных под заголовком Лаборатория Испытаний, во время которых будут тестировать планируемые изменения, собирать аналитику и отзывы. Лаборатория Испытания Асириса будут проводить в трех режимах. Уже в упомянутом соло режиме, где одиночки играют против таких же одиночек, в режиме без вводного поручения, то есть в какие-то выходные пустят вообще всех новичков, без необходимости закрывать квест, и в режиме гибрида, захвата и ликвидации. Пока точно не называют, в какие из выходных будет подключен тот или иной режим лабораторий, но сказали, что предупредят заранее. Изменения в правилах режима. Знаете, как сильно бесили по сидушке Василиса? Вот залетаешь в матч, вроде должна резня начаться, а нет, противник тупо сидит на жопе в каком-нибудь сарае, обложившись расколами и баррикадками, и копит там ульту. Ну, а с ультой и повоевать уже можно, да? Ну так вот, Банжи наконец обратили на это внимание, и теперь время матча сокращено со 120 секунд до 90. Сидуны, конечно, будут и дальше, но вот так часто на ульте выезжать у них, конечно, скорее всего не получится, особенно после того, как геомагнитки у Варлоков убрали. Кроме этого, камера больше не будет переключаться на вид от третьего лица при использовании мяча без патронов или при эмоциях. Это помешает игрокам заглядывать за углы. А тяжелые и особые боеприпасы теперь не сохраняются между раундами. Ну, с тяжелыми и раньше так было, а вот то, что теперь нельзя пылесосить в конце раунда всю зеленку от противников и начать следующий с 10 патронами в снайпе, это что-то новенькое. На бумаге эти изменения призваны уравнять шансы команд на отыгрыш. Награды и репутация. Одной из двух главных проблем испытаний Осириса было то, что мотивации у не самых опытных ПВП игроков заходить туда не было. Я регулярно вижу комментарии в духе «Нахер мне эти Осирисы, там одни читеры, и оно того не стоит». Ну что ж, за читеров взялись. Теперь что-то надо с наградами делать. Из испытаний убрали жетоны, а система прокачки репутации и рангов напоминает ту, что уже есть у остальных вендоров плейлистов. Репутация повышается с каждым матчем и зависит от количества выигранных раундов на пропуске. Пропуск будет учитывать до 20 побед в раундах, а ценность побед в отдельных раундах, а не в матчах, стала выше. За это тоже можно получать основные награды испытаний, поэтому игроки, даже очень средние играющие в испытания, могут ставить себе более достижимые цели и зарабатывать эксклюзивный лут. Ведь для получения наград больше не приходится выигрывать матчи полностью, а значит всегда есть причина не сдаваться, даже если вы проигрываете сам матч. За каждое повышение ранга вы получаете одну обычную энграмму испытаний, которая содержит в себе случайный набор текущей брони и оружия, не адепт версии. Но самое невероятное, что вам не требуется разблокировать элемент брони или оружия перед тем, как оно появится в энграмме. А значит, что кто угодно может собрать полный набор оружия или брони из испытаний, даже если не лутал эти награды за 3, 5, 7 побед как раньше. А мощные вот энграммы испытаний появляются каждые 3 повышения ранга до первого обнуления сезона. Если же вы хотите что-то конкретное, то вы можете фокусировать энграммы у Сейнта-14, чтобы при расшифровке получить нужные предметы, но там уже будет ограничение. Фокусировка только на то, что у вас есть. А если же вы сделаете все же 7 побед без поражений, вы сможете сфокусировать энграммы на дополнительные экземпляры еженедельного адепт-оружия. Но разрабы предупредили, что это будет дороговато. Матчмейкинг. До этого сезона игра подбирала вам команду соперника, основываясь на том, сколько побед у вас на билете. То есть у тех, у кого 3 победы, цепляла на тех, у кого тоже 3 победы. А также учитывалось качество соединения. Знаю, те, кто играл в испытания, смеются сейчас, но плачут внутри. Но все же, это было вот типа так. Теперь же, с 10 сентября, подбор соперника будет учитывать и билет, и вашу стату, КД и все вот это вот. Ведь соединение игрока с КД-03, который сделал 2 победы, и какого-нибудь там Фростболта с 2 победами, очевидно, фиговая система. Но Банжи отмечают, что если подбор команды затянется, то критерии могут быть расширены. На орбите ведь никто сидеть долго не любит. Пропуски. Как вы знаете, ну или не знаете, а я скажу, доступ к испытаниям выдается по билету. Они бывают разные. Прощающие поражения, увеличивающие финальное количество наград и так далее. Ну так вот, из-за появления системы рангов и удаления жетонов, изменились и эти самые пропуски. Главное, это то, что ни один пропуск больше не отслеживает ваше поражение. Вы либо идете на флоулес, на идеальную серию, либо нет. Именно поэтому вы теперь можете продолжать играть и зарабатывать победы в раундах, чтобы получать награды вне зависимости от поражений. Если у вас нет особых амбиций на закрытие 7.0, то все окей. Это значит, что обнулять билет теперь не надо, если идете не на флофчик. Ну и сама стоимость этих билетов, кстати, снизилась. За 7 выигранных игр без поражений вы по-прежнему получаете адепт лут в качестве сверхмощной награды. Маяк вообще никак не поменялся, там как и раньше. Адепт награды, моды и ультра редкая косметика. Другую же сверхмочку можно получать за 50 выигранных раундов, еще раз, не игр, а раундов. Наград за 3, 5 и 7 побед больше нет. Теперь вы лутаете награды за ранги репутации, но если этого мало, то за победы в матчах на пропуске на 7 побед появляется шанс выпадения дополнительных анграм испытаний. Правила доступа. Понижены требования для доступа к самим испытаниям. Теперь учитывается ранг доблести и количество убийств за все время. Так что теперь куда большее количество игроков сможет попасть в испытания. Только если ты совсем зеленый, убедись, что у тебя пройдено поручение с допуском. Также согласно новым правилам для доступа к испытаниям, игрокам необходимо иметь последнее расширение Destiny 2. Сейчас это за гранью света, а с февраля необходимо будет королева-ведьма. Есть надежда, что это поможет избавиться от пересоздания новых акков читерами. Фух, ну вот вроде и все. От себя скажу, что изменения довольно весомые, и мне даже самому захотелось погонять в испытания. Конечно, не стоит обманывать себя ожиданиями о том, что читеры испарятся прям вмиг. На это должно уйти сколько-то времени. Но я надеюсь, что с привлечением большего количества игроков в режим, там хоть дышаться легче будет. А то эти американские горки уже надоели. Сначала тебя в 5.0 раскатывают, потом тыль кого-нибудь в 5.0 раскатываешь, а настоящего состязания там давно нет. Если не сказать, что никогда и не было. Спасибо за просмотр. Надеюсь, увидимся на Маяке. Не забудь подписываться и до связи.